Книга «Открытым окон», том 12, вопрос 2667, тема «Старообрядцы». Молодой старообрядец, на сторонний слух звучит необычно, отвечает старообрядческий митрополит Андриан. Получилось так, что людей среднего возраста и среди священников, и среди мирян достаточно немного. В основном я сужу по своему казанскому приходу, который можно даже назвать молодежным. Но это общее явление. Тут многое зависит от настоятеля, прямо скажем. Церковная жизнь прихода не должна ограничиваться только службой. Она должна обязательно включать в себя и воскресную школу, и какое-то внецерковное общение, совместные поездки. Под Казанию действует летний молодежный лагерь. Такие же есть и в некоторых других приходах. Ребята с радостью проводят время на природе, но и вести себя при этом нужно в соответствии с христианской этикой, разрешая для себя какие-то духовные вопросы. Я считаю, что если прихожане видятся только в храме и, помоляясь, опять расходятся, это признак отсутствия жизни церковной. Комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. Ни слова нигде о том, что нужны кружки по изучению Библии, по трудам святых отцов, по толкованию блаженного фефилакта, чтобы могли устоять в бушующем мире. Евангелие от Луки 10.39 У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала Слово Его. Притча 22.6 Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится. Пока у человека не произойдет личная встреча со Христом, как у Саула, он не может сделаться Павлом. Но так и будет фарисеем от фарисеев, то есть сугубо порядочным старовером-иудеем в новозаветной Симеон-Солунской упаковке. С типиконом под подушкой, с деревянной иконой старого письма. Евангелие Таана 3.7 Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Не прикоснись, не съешь, в рот не вложи, ни капельки воды до причащения. Нас откопировал подобными запретами не жид, и не масон свободным сделал жизнь мучением. Кто вычитал, нашел ли у пророков апостолы, быть может подложили бояться и чихнуть случайно ненароком, и отзывка тряслись, чтоб все поджилки. Не воины свободного царя, и не герои, что открыто бьются, лишь за традиции привыкли укорять, друг друга щиплют суеверно гуси. Вот так же мелочно смекин и десятину подсчитывала фарисеев рать, а милости забыв, сжирали сиротинку, умели по закону вдовицу обобрать. И столько мелочности, диких предрассудков навеял сатана через лихих попов, через старух подсматривали сутки, бездельно в понедельнике наделали постов. Учись благоговеть перед Еговой, молиться углубленно в тишине, с желанием Писание откроем, непросвещенность, если что страшней, чего нет в Библии, о том не рассуждаем. Не верьте басням, бабьям и поповским, божественное посчитай заданием, что напридумывали, без сожаления сбросим. Смешно нам слышать о видениях, снах, кому бы ни были, особенно монахам, бездельничали и плодили страх к приметам, к предузнаниям об именах. Бояться с трепетом и чтить нам всеблагого, оберегать его слова от искажения, не скоро встретишь именно такого. Он для слепцов отныне стал мишенью. 31 марта 2005 год. Игнатий Лапкин.